друзья всем доброе утро вот и наступил август последний летний месяц раннее утро и мы с гетсби идем куда гетсби за огурчиками да пойдем в тепличку где огурчики растут твои любимые хозяйка для тебя вырастила самое любимое что есть по моему это огурчики пошли пошли скорее пойдем маманки давай вперед вперед иди иди давай давай маленький возьмем тебя огурчик сорвем такой довольный да знает где кстати огурцы растут ну-ка давай пойдем пойдем вперед вот стараюсь снимать и камеры не трясти так так себе у нас урожайчик да гетсбичка огурчики это наверное каждый день надо поливать чтобы они были хорошенькие а у нас они вон какие листики титулки земля сухая ну какой огурец выберем для детства эти маленькие вот такое да выберем можно даже еще поменьше ладно вот такой я думаю нормально гетсби ты посмотри о уже на грядке стоит деловой колбасенок гетсби на огурчик будешь такой кусай не получается отщипнул вкусные огурчики хрустящие на 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 вот он твой целый огурец в общем такой целый маленький огуречек я ему дам пусть кушает на носу огурец ну ты гетсби даешь может ты ты свеклу будешь есть скажи есть то я буду ну вот можно ли кстати когда покупала для собаки натуральный корм готовой хате помните там была свекла в составе все все уронил уронил переживает как же так кусочек уронил огурчику ну так вот видите целый огурец спокойно съедает маленький огурчик с мизинчик помидорки смотрите в принципе у нас есть вот краснеют томатики завязи тоже есть листву всю нижнюю я убрала так что хоть чуть-чуть но поедим помидорок а на завтрак у меня вот что такая вот огромная булка эта булочка называется свердловская слойка одна из моих самых любимых булочек в детстве по крайней мере не ее всегда покупали и вот в нашем доме в детстве я ела именно такую булку таги . чумазик вы знаете у нас здесь как и у большинства дачников цветут вот такие розовые цветы сейчас мы с вами до них дойдем я вам поближе покажу это такой бабулин вариант как все его называют в простонародье по моему флоксы я эти цветы недооценивала прошлом году когда дачу только купили я думаю ой надо их убрать ну какие то вот они не очень не знаю что то они мне не понравились и рада я тому что эти цветы оставила они придают саду просто будет невероятную красоту они ароматный так они долго цветут их цвет он просто поражает то есть везде где есть вот эти флоксики такие яркие пятна в середине лета это просто кайф я обязательно еще где-нибудь их посажу только других цветов вы знаете на мое удивление петунии вот эти вот очень хорошо растут хотя это одни из самых самых дешевых семян то есть есть питоне у меня от поиск партнера агрофирмы которые стоят там по моему 5 семечек 150 рублей а эти что-то из разряда 20 семечек но они посмотрите какие неприхотливые выросли да у них нет вот этой ампельной формы красивый круглый но вот так вот посадить в кашпо очень даже симпатично смотрится потихонечку потихонечку начал облетать клематис цвет такой густой до насыщенный а вот как раз питуньи который я вам в прошлый раз показывала ампель не посмотрите какая она огромная конечно круто смотрится и постоянно вот так обрезаю обрезаю если бы не обрезала наверно вообще был бы огромный огромный шар давайте немножечко прогуляемся по саду просто вдохновимся этой природой красотой мне очень приятно что вы пишете мне что мои мои видео вас как-то успокаивают поднимают вам настроение знаете друзья сама уже дошла до того что я перестала смотреть различных бьюти блогеров и какие-то вот такие вот челленджи в общем все что раньше мы любили и смотрели она под надоело я теперь смотрю видео про сады огороды это реально очень не знаю как-то благоприятно оказывает влияние вообще в целом на психику расслабляет это важно конечно никто не отменял обучающие видео где мы можем что-то полезненькое для себя почерпнуть вы знаете я нашла тут такой канал где плетут корзинки из бумаги хочу попробовать нужно сначала крутить трубочки это что-то невероятное попробую потом покажу вам что у меня получится и вот смотрите еще тоже вот это питание прикольный я думала будет ерунда мне не понравится вот это окрас но очень даже красиво смотрится давайте в тепличку заглянем постараюсь медленно идти чтобы камеру не трясло здесь около теплицы бардак как руки не доходят его убрать смотрите перцы у нас отказываются менять свой цвет повисли в огромном количестве оранжевыми не становятся видимо кто-то на них завелся потому что смотрите уже дырочки появились на листиках какая нибудь там тля вот баклажанчики смотрите тоже да мы не понимаем от чего это происходит на общем листья все вот такие вот заболели баклажан растишь тебя растишь поливаешь а ты потом бах и заболел но плоды крупные уже в принципе можно будет срывать скоро поэтому я не особо расстраиваюсь это тоже весь уже без листвы педалага стоит и такие маленькие баклажанчики не знаю может они даже не будут развиваться зато вот эти перцы это просто какие-то гиганты он их сколько а вот и живность такая живность моя сейчас задача все полить что находится в тепличках леруа мерлен в такую личку покупала еще в начале весны семилитровая очень удобная легкая есть у нас бочки так что вот так вот будем таскать из бочек воду и поливать а здесь кабачочки хорошо что бабушка мне сказала не сажай кабачки на какие-нибудь классные хорошие грядки иначе не тебе заполнит все здесь буквально семечек 7 наверное посмотрите такие заросли они перерастают я не люблю когда они огромные они не такие вкусные когда маленькие они прям классные и цукини а вот когда они становятся большими они уже жесткие грубые посмотрите сколько цветков вот это у нас тоже пчелка можно интересно кабачки заморозить ну как-нибудь порезать допустим и заморозить надо узнать а вот они баклажанчики в открытом грунте листва маленькая плоды в принципе ничего можно собирать нормально обожаю вот эту вот стену такая красота густой 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 виноград дикий вроде бы утром прохладно я такой тепленькой кофточки покажу вам быстренько вот такое удобрение именно с помощью этого удобрения я ухаживаю за питунками вертика кристаллон универсальный при каждом поливе добавляю одну столовую ложку на ведро воды и поливаю мне кажется только из-за этого они у меня и принципе цветут более менее нормально с учетом того что я за ними не ухаживает такой вот порошочек как-то оставила крышку открытой и он у меня посмотрите стал каким-то зеленым и важно вообще это прям сухой такой белый порошочек детсби облюбовал на даче вот такое местечко это кресло старое на нем сверху наброшено покрывало винтажное по моему вообще времен ссср такой плюш смотрите с изображением оленей моя одежда детсби подвинешься и так вот он тут лежит лежа бока вчера на день рождения ездили до детсби моей племянницы исполнял исполнился годик но сегодня 1 августа вот у нее сегодня день рождения отмечали шашлыками вчера так что было очень классно столько детишек до детсби никто тебя не мучил слава богу такие все хорошие но не все все маленькие в основном так что вот зато детсби бегал упал лук с шашлычка маринован он сразу подбежал схватил его и с удовольствием съел бы да если бы хозяйка не увидела и не отобрала бегушка не может вылезти куда она интересно собралась на волю бегушка Продолжение следует...